Всем привет! Меня зовут Андрей. Я в тестировании, именно в автоматизированном тестировании с 2015 года. Я в IT попал сразу как автоматизатор и уже больше чем полтора года преподаю в школе Хилель. Сначала вел курсы оффлайн, сейчас перешел на онлайн. Две группы выпустил по курсу Java для автоматизатора. И сейчас веду вторую группу по курсу автоматизации в целом, где мы изучаем и Java, и инструменты автоматизации. Работал в компаниях EPUM, сейчас работаю в компании Ciclum, поэтому имею опыт работы в крупных компаниях. Давайте мы с вами немножко поговорим о тестировании, что это такое, чем оно отличается от разработки, какое место оно занимает в принципе в разработке программного обеспечения. Ну, в первую очередь, для того, чтобы что-то протестировать, нужно что-то написать. Для того, чтобы написать какой-то софт, для этого нужны программисты. Для того, чтобы проверить, что этот софт работает правильно, что он работает согласно требованиям, которые изначально поставили перед программистами, для этого нужны отдельные люди, которые владеют такой квалификацией, то есть они знают нужные техники тестирования, подходы, какие-то фреймворки, тестирование, и они их применяют в своих задачах по проверке функционала. Это и называется тестирование. То есть если мы возьмем, к примеру, какой-то сайт с возможностью покупки товара, то есть какой-то интернет-магазин, то в чем будет заключаться работа тестировщика, он должен будет проверить, что на этом сайте у пользователя есть возможность зайти на сайт, найти товар, допустим, просмотреть его, какие-то детали, цены, описание, добавить его в сравнение, что на сайте работает фильтрация товара. Потом, что у него будет возможность добавить его в корзину и, собственно, провести оплату. Это и будет работа тестировщика. Соответственно, при различных циклах разработки, при выпуске новых версий этого приложения нужно будет заново проверять старый функционал, нужно будет проверять новый функционал. И вот проверка старого функционала, что он все еще работает, называется регрессионное тестирование. Поэтому вот я сейчас описал все этапы, которые нужно проходить для проверки при использовании только ручного тестирования. Вот видите, это один из типов тестирования. В случае же, когда приложение становится достаточно объемным, как бы большим, когда у вас уже есть, допустим, команда мануальных тестировщиков, у которых на регрессию уходит, допустим, достаточно много времени, там несколько дней, неделя, в таком случае необходимо вводить автоматизированное тестирование. То есть это будут тесты и операции работы с данным софтом только с помощью программы. То есть автоматизатор должен написать программу, которая будет тестировать другую программу. И эта программа, которую он будет писать, они называются автотесты. Они бывают разных типов, поэтому нужно знать сначала теорию, потом научиться пользоваться этими инструментами и дальше применять ее на практике. Но также есть еще третья ветка тестирования, это нагрузочное тестирование. Это, допустим, опять же на примере магазина, нужно проверить, как себя будет вести этот магазин, в случае, если туда зайдет, к примеру, тысяча пользователей, 2000 пользователей, к примеру, в Черную пятницу, сколько он выдержит пользователей, на скольки он сломается, что будет, если вам будет много пользователей в течение длительного периода времени. Это все задачи, которые ставятся при нагрузочном тестировании. Соответственно, вот эти три направления обычно покрываются разными людьми. То есть это немножко разная квалификация, потому что при нагрузочном тестировании, при автоматизированном тестировании используются разные инструменты. Там немножко разная теория. Поэтому, ну, как правило, этим занимаются другие люди. То есть, бывает такое, что автоматизаторы, как бы, переходят в перформанс-тестировщики и наоборот. Но, как правило, путь такой, что, как бы, сначала человек становится мануальным тестировщиком, потом становится автоматизатором, либо перформанс-тестировщиком. В целом, что такое автоматизированное тестирование? Это часть разработки программного обеспечения, которая непосредственно влияет на качество этого программного обеспечения. И какие у него есть плюсы, почему его придумали, почему его вводят на проектах? Потому что оно помогает значительно сократить время и ресурсы тестирования. То есть вам нужно меньше людей в команде тестировщиков, потому что они один раз этот автотест напишут, и дальше он будет гоняться и проверять функционал. Также автоматизированное тестирование значительно, как бы, упрощает процесс тестирования, потому что вы можете, к примеру, запустить тесты, и они у вас сами проверят, как работает приложение. Вам не нужно, чтобы люди тратили свое рабочее время на это, свои силы. Также автоматизированное тестирование коррентирует стопроцентность повторяемости тестов. Как вы понимаете, если человек тестирует руками, он может, к примеру, один и тот же тест-кейс, при перепрохождении его, он может его пройти немножко по-другому. Этим самым он уже изменяет суть своего тестирования, поэтому автотесты более в этом плане стабильные и надежные. Также автоматизированные тесты дают быстрые результаты, то есть они значительно быстрее выполняются, чем люди могут руками, к примеру, прокликать какое-то приложение. Но у автотестов есть, как вы понимаете, минусы, то есть они менее стабильны, нужно потратить время на их написание, на их поддержку. В автотестах тоже могут быть какие-то дефекты, Поэтому это все те аспекты, которые нужно усвоить начинающему автоматизатору. Поэтому это тоже нужно иметь в виду. Значит, какие есть типы автоматизированного тестирования? В первую очередь, ну и, собственно, больше всего автоматизаторы этим и занимаются, это тестирование UI, проверка со стороны графического интерфейса. То есть задача быть в роли пользователя и проверить, что функционал приложения работает. Также, если автоматизатор уже более опытный, он может спуститься на один уровень ниже, ну как бы заклинуть в средину приложения, то в таком случае он уже может проверять, как разные модули внутри приложения взаимодействуют друг с другом с помощью API-тестирования, если он знает, как отправлять API-запросы на сервер, с клиента на сервер, с сервера на клиент, то в таком случае он уже может как бы тестировать это приложение внутри. И также отдельная ветка тестирования, это мобильное тестирование, это в случае, когда у вас есть какое-то нативное приложение на Android либо iOS, это немножко другое направление, там немножко другие инструменты, потому что вам нужно научиться взаимодействовать с приложением из своего теста, из своей программы. И я хотел бы еще вам показать список инструментов, которые, по моему мнению, считаются абсолютным минимумом, которые нужно обладать для того, чтобы стать автоматизатором. В первую очередь, это язык программирования, то есть автотесты будут писаться на каком-то языке. И я бы сказал, что чаще всего это Java, но также есть очень много автоматизаторов на Python, на C-Sharp, на JavaScript. Вам нужно научиться при этом пользоваться каким-то фреймворком тестирования, с помощью фреймворка вы будете организовывать, запускать тесты. Вы также должны уметь пользоваться системой контроля версий, которая будет следить за вашим кодом, за его версиями, за тем хранилищем, где этот код будет находиться. Также у вас в проекте автотестов обязательно будет сборщик, который будет все тестовые классы собирать в один какой-то артефакт, в какой-то архив, который дальше будет куда-то деплоиться. Этим тоже нужно научиться пользоваться. Ну и, соответственно, в зависимости от языка программирования, это будет разный сборщик. Ну и какой-то репортинг-инструмент, который будет результаты прогона теста формировать в HTML документ, который можно будет отправлять стейхолдерам, то есть каким-то заказчикам, представителям бизнеса, которые будут видеть, сколько тестов запустилось, какое было время прохождения, сколько тестов упало, сколько прошло. Также для UI-ных тестов, UI-ные тесты – это тесты, которые будут симулировать поведение пользователя в браузере, нужно научиться пользоваться с... нужно научиться пользоваться, работать с Selenium, либо же Selenid, а также уметь писать селекторы, с помощью которых вы будете обращаться к элементам на странице. То есть для того, чтобы нажать на кнопку, вам нужно сначала ее найти в браузере, потом, например, навести на нее мышку и кликнуть. Если вы будете писать какие-то API-тесты, то для этого вам нужно научиться пользоваться библиотеками Rastashu, Rastitipo для того, чтобы формировать API-запросы на сервере. Если же это будут мобильные тесты, то для этого вам пригодится Apium, либо Selenidroid, в зависимости от того, на какой платформе вы их будете писать, и насколько это будут сложные тесты, потому что если вам нужно в нативном приложении, к примеру, там какую-то кнопочку найти и на нее нажать, это будет... Это как бы простое действие, а если вам нужно, к примеру, перетягивать элементы из одной области экрана в другую область экрана, либо между экранами, то это уже совсем другая сложность. В принципе, по автоматизации это все. Хочу еще сказать, что QA и... Ну, что обычно в IT стараются войти со стороны QA, то есть сначала стать тестировщиком, потом можно вырастить до автоматизатора, если вы освоите нужные инструменты, а далее уже вам будет значительно проще стать программистом, потому что вы будете знать, как изнутри работает эта сфера, либо же, к примеру, за то время, пока вы будете работать в качестве QA, вы сможете понять, что тестирование и программирование, к примеру, вам не очень нравится, а вам больше нравится, к примеру, там, менеджмент, вот, поэтому за это время вы успеете немножко, как бы, с функцией. И в целом могу сказать, что порог входа в QA, ну, в IT со стороны QA, он немножко ниже, чем со стороны разработчика, потому что, ну, вам нужно меньше, как бы, выучить инструментов, как бы, по сравнению с программистом. Вот такое мое мнение. На этом у меня все. Я надеюсь, я вложился в время. Ты прям просто минута в минуту. Так, у меня несколько вопросов. Первый. Важен ли английский язык для направления QA и для автоматизации? Что делать, если английского у тебя нет? Что можешь порекомендовать ребятам? С чего начинать? Я могу сказать, что английский – это обязательное требование, потому что инструменты, с которыми вы будете работать, как правило, документация на них написана на английском, и очень много обучающих уроков тоже на английском. Поэтому, скажем так, если вы не знаете английского, вам будет сложно, потому что вам нужно выучить какой-то язык программирования и еще какую-то охапку инструментов. Вот. Если вы будете работать на заказчика, ну, как бы, который русскоязычный, то, возможно, это реально, но, опять же, все равно я считаю, что английский нужно учить, потому что вам будет сложно работать. То есть все проблемы, которые у вас будут возникать при написании автотестов, все их решения описаны в вебе на английском языке, поэтому я считаю, что это обязательное требование. Я поняла. Спасибо большое за презентацию. Я уверена, что ребятам всем понравилось. Если у вас, опять-таки, есть вопросы, можете писать Андрею, Андрей на них ответит. Андрей на них ответит. Esta выпуска будет локодself. Разreten.